Сотрудники Центра природопользования каждую неделю выезжают на особо охраняемые природные территории. В этот раз в рейд с ними отправилась наша съемочная группа. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Сотрудники Центра в плановом режиме осуществляют мероприятия по охране режима особо охраняемых природных территорий регионального значения. Мероприятия проводятся совместно с правоохранительными и другими природоохранными ведомствами. Задача сотрудников – выявление нарушений режима особо охраняемых природных территорий и иных правил. В результате прошедшего рейда на территории заказника Нижнепечорский выявлено административное правонарушение. Возбуждено административное дело по факту нарушения правил рыболовства. Сотрудниками изъята незаконно установленная рыболовная сеть. В окружающую среду выпущена Нельма. Тем самым предотвращен ущерб окружающей среде на сумму 21 622 рубля. Участковые и полномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции взаимодействуют с Центром природопользования и охраны окружающей среды. По многим направлениям, основные направления у нас регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного вывоза водных биологических ресурсов, а также пресечению незаконной охоты. При проведении данного рейдового мероприятия осуществлены биотехнические мероприятия. В этом году зима выдалась достаточно суровой как для людей, так и для животных. Сотрудники Центра природоохраны выехали на рейд не только для того, чтобы проинспектировать особо охраняемые природные территории, но и для раздачи биологического корма. Аномальные морозы и существенное ухудшение естественной кормовой базы, а также начавшиеся в марте метели и снегопады никак не улучшают ситуацию. Животные ограничены в перемещениях и испытывают дефицит корма и соли. В целях поддержки животных в это трудное время Центр природопользования и охрана окружающей среды совместно с Департаментом природных ресурсов и агропромышленного комплекса осуществляют мероприятия по распределению корма и минеральной соли на территории охотничьих угодий. В 2021 году для этих целей планируется использовать 1650 килограмм сена и 2000 килограмм соли. Сейчас мы находимся на одном из участков, где в ходе нашего рейдового мероприятия мы дополнительно осуществляем подкормку животных, поскольку зима была и есть, пока еще лютая. Им кушать хочется, поэтому мы привезли подкормку. Подкормочные мероприятия улучшают условия существования диких животных в естественной среде обитания, способствуют сохранению численности и воспроизведению видов. При контроле за состоянием подкормочных площадок установлено, что сено и соль поедаются животными практически полностью, что свидетельствует о положительном эффекте проводимых биотехнических мероприятий. В рейде в рамках осуществления экологического мониторинга на особо охраняемых природных территориях регионального значения осуществлен отбор пробы природной воды из реки Печора в целях химико-аналитического анализа состояния воды данного поверхностного водного объекта.